Фильм создан при поддержке компании Ингострах. КОНЕЦ Поздравляем. Мария Евгеньевна. Кокарева. Дима, идите сюда. Секунду. Я хочу просто сделать ничего нового. Дайте поздравим. Правда, я не поверила. Мы вышли на поклон, потом я вернулась. Меня все поздравляют. И вот тогда я поняла, что и вправду что-то произошло. Я поздравляю, Мария Евгеньевна. Я ничего не понимаю. Поздравляю. И с ними разберем. Сегодня 1 апреля. Идите, клачьте. Что он тебе снимет теперь? Он прекрасно понимает. Настал период еще страшнее для него. Мы оба были в таком состоянии вообще непонимания, что произошло. Потому что до последнего не верили, что действительно вот такое возможно. Он, с одной стороны, рад, а с другой стороны, но уже поздно. Еще одноклассники, получается, вместе в театр пришли, вместе повысили. И для нас обоих это было таким сюрпризом. В прежде всего, конечно, я поздравляю педагогов, и Мария Евгеньевна, и Андрей Леонидович. Я станцевала, возможно, много спектаклей, но ведущие солисты до меня, они много лет проработали. И, наверное, в их копилке больше спектаклей, больше опыта. Все, Кокарева, пощады не будет. Мне кажется, что сейчас большая часть всего репертуара держится на другом поколении. Он прекрасно понимает, он и рад, и, наверное, в душе думает, вот не сейчас, попозже годика, через 3-4. Поздно. Если задуматься, что через 5-10 лет кого-то не будет из этих артистов страшно представить, а кто вообще будет танцевать. Поэтому я всегда за старшее поколение, но дорогу молодым. Все только у тебя впереди. Ну, подними ты голову. Не так трагично все для тебя, но будет хуже тебе, что. Ладно, давай, поздравляю. Когда приходят молодые, то, конечно, когда я их принимаю, я уже понимаю возможности, какими они обладают способностями. Сказать, что я их полностью знаю, вот это было бы страшно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok что-то более. Не только то, что в школе, а уже в статусе артиста. И обратно тоже трогаю яичко. Батман, пассе. Гран-вур-де-жан-жете. Раз, два, три. Раз и два. Гран-вур-де-жан-жете. Левая ножка. Яночка. Мы когда пришли, первый день, я даже боялась стоять возле станка. Просто у меня ноги не собирались в позицию. Я просто смотрю и думаю, ничего себе. Я вот рядом с Анастасией Сташкевичей и Катериной Красановой стою. Была в шоке. Я думала, что это не со мной. Для меня это огромное счастье. Правая лопатка, левая икра пяткая. Плечеев, под лопаткой. Выстрел. Вверх. Где-то она всего-навсего полгода, но уже успела танцевать два балета. Очень важно увидеть в молодом даровании перспективу. Это видно, из какого материала можно вырастить. Если ты растишь солистку и ты с ней работаешь, ты должна понимать, когда надо сказать «стоп», нельзя дальше. Соню надо останавливать все время. Она может работать 24 часа в сутки. Но ни в коем случае. Потому что, во-первых, еще только-только она начала. Организм совсем юный. И пока что она меры не знает. Говорит же ей хватит. Она стоит. Я говорю, что стоишь? А можно еще раз повторить? Сколько можно повторять? Все нормально. Не надо. Нельзя перегружать ноги. Давай. То, что выпустила плечо, не выпускай лопатку. Правая не выпускает. Носик на носок. Вот так. То, что срываешь себя. Остановись. Передохни. С каждой своей танцовщицей, с которой я работаю, я вижусь каждый день. И каждый день это может быть разное настроение, разное их эмоциональное состояние. Но так, чтобы репетиция и день не прошел зря, все равно пытаешься как-то вот чувствовать их настроение, их самочувствие. Вот Арина, кстати, такой человек, что она очень всегда скрывала от меня. Поначалу. При том, что я сразу ее предупредила. Если ты себя плохо чувствуешь, недомогание какое-то, ты должна меня предупредить. Но она ничего мне не говорила. Потом уже по скриптам я видела в ее глазах, задавала вопросы, но она так же отнекивалась. Я вроде чувствую, что что-то болит, но не могу так признаться педагогу, что вот болит, потому что понимаю, что себя подведу, педагога подведу, всех подведу. И думаю, вот, ну ладно, вроде как не очень сильно болит, буду репетировать, если что, скажу. Ну, это может быть еще от желания просто работать и не пропускать репетиции, но это неправильно. Надо все-таки с умом работать, и мне важно, чтобы они выходили на сцену подготовленные максимально, но не замученные. Когда такая интенсивная работа идет, то выпадая, допустим, даже на пару дней, прийти так же влиться в коллектив уже не получится. Будет, во всяком случае, проблематично. Лучше поберечь себя на репетиции, но постараться выйти на спектакль. Конечно, в глубине души я всегда мечтала станцевать какие-то главные партии. Например, как Ники из Байдерки, Дублану. Там, возможно, я буду трудиться, буду работать и станцую когда-нибудь этот балет. Но я не думала, что это будет второй год. Если бы мне не позволяли что-то такое сольное танцевать, я думаю, что я бы уже со своим характером на просмотры ходила бы. У нас есть просмотры для артиста балет. Я бы тоже как-то так взяла бы себя в руки и уже бы участвовала бы в этих просмотрах. А то, что дают сейчас очень быстро, как только приходят актеры, ну они талантливые. Почему им не давать? Зачем их в кардебалет? Я считаю, что это большой вред может даже нанести, потому что это немножко разные профессии. Правда? Я пришел в 2015 году артистом балета первой категории, кардебалет. Где-то шесть лет, получается, я работал артистом кардебалета, но за все это время станцевал, может быть, две от силы партии, три кардебалетных. Все остальное было, конечно, афиши. Ну, я устал. Я устал, правда, от… Скажем так, у солиста есть некий приоритет. И этого приоритета мне, как человеку, казалось, не хватает. Сейчас, будучи уже солистом, понял, что все это мелочи. Как работали, так и работаем. Абсолютно то же самое. И съехать по перелам. На самом деле работа действительно, она не сильно отличается. Просто ты все время растешь, все время для себя чего-то новое постигаешь, работаешь над собой, растешь дальше. Это такой постоянный процесс, который не сильно зависит от твоего ранга. Первую партию я получил вставной ПДД через месяц после того, как пришел. Честно скажу, мне дали аванс. И если честно, мне кажется, что я его не оправдал на тот момент. И после этого я понял, что партии так не получают. Ты либо работаешь и заслуживаешь это, либо сиди в кардебалете. Я обращаю внимание на тех, кто приходит, чтобы понимать, как близко в спину дышит. Молодежь – это стимул. Стимул не остывать, стимул не уходить от театра. Скажем так. То есть есть люди, которые, да, вот они очень долгое время работали, они делали успехи, они были профессионалами своего дела. Но в конце концов, рутина, быт, они как-то немного выцепляют из театра. Когда смотришь на молодежь, которая так рьяно ходит и работает, и что-то делает, какие-то вещи невообразимые, понимаешь, что парень оставь все, что там есть. Ты здесь работаешь, ты должен показать, как надо. Возможностей много. При том, что мы репетируем один блок и танцуем второй, мы еще и постановочно умудряемся как-то осуществить. Поэтому работа есть и партии тоже есть. Все пытаются занять какую-то свою нишу. Поэтому конкуренция, конечно, большая. Составов может быть десять, а всего три спектакля. Не каждый блок получается станцевать. Но все, мне кажется, как-то компенсируется. Вот в один раз не станцевал, в другой раз можешь станцевать. То, что есть конкуренция, это нормально, это хорошо. Она есть на уроке даже, на классе, на сцене. Не только между исполнителями одной и той же партии, а просто, в принципе, на сцене. Мне нравится атмосферный театр. Мне нравится атмосферная жизнь в театре. Она должна быть атмосферной. Она должна быть всегда эмоциональной. Потому что, невзирая на то, что мы каждый вечер выступаем и выкладываются актеры эмоционально, тем не менее, за кулисами должна быть конкуренция, которая приводит к результату. Махар Хасанович в нашем театре руководит всем. От первого шага на пятом подъезде до последнего шага, собственно, в этом же пятом подъезде. Контролирует нас в залах, на репетициях. Он часто очень приходит на репетиции и объясняет, что он хочет видеть. Объясняет порой даже, как это делать. И если ты цепляешь, то, конечно, он дает. Законсировал. 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 Расслабляться нельзя, всегда нужно работать. Скажем так, с одной стороны, с точки зрения просто человека, когда что-то требует, тебя это моральное давит. Но с другой стороны, если бы за этим ничего не стояло, если бы был бы это просто пустой крик, это одно дело. Другое дело, он знает, что человек может это сделать, и он знает, что это будет хорошо. Сейчас ты стала уже выворотной. Вот делать вот так, вот этими икрами, когда вытянуты ножки. Прямо практически без этого. Выворотный. Еще. Второй был хороший. Вот первый ты немножко... Когда художественный руководитель тебе дает шанс выступить в ведущей партии, хотят еще очень молод. Конечно, это самый главный показатель доверия, показатель хорошего отношения. Они, конечно, способнее. Они разностороннее. Они владеют большей информацией. Если раньше, в мои юные годы, или еще раньше, мы только слышали, что происходит во Франции, в Италии, в Австрии, в Германии, в Америке, я имею в виду в балетном мире, то сегодня мы все это видим. Они все это видят. И применяют к себе уже. Сутаню уже в руках, да? Прямо делать сутаню, уже держишь. И быстренько. У нас было больше времени на каждую конкретную партию. Еще тянешь, да? От бедер. От бедер. Мы никуда не торопились и могли так сесть, посидеть, чтобы что-то конкретное сделать. Сейчас у ребят нет такой роскошной возможности. Они действительно другие. Они как-то быстрее, наверное, живут, быстрее соображают, быстрее... И все воспринимают. Надеюсь, зато стоять удобнее. Подожди, Дим. Постарайся до себя и... Ножки, концы ног в тонусе. Поближе и ровно вверх. Подожди, вот предыдущие. У тебя ноги были пустоваты, это опасно. Не сама молодость интересует. Меня интересует талантливая молодость. Это же будущее наше и уже даже настоящее. И в этом смысле, конечно же, я с огромным пиететом отношусь к нашим мастерам. Всегда слежу за ними. Должны быть мастера опытные и должны быть молодые, талантливые, которые еще не имеют такого опыта. Когда был выпускной курс, мне мой педагог, Марина Константиновна Леонова, сказала, что Махар Хасанович Азиев предложил станцевать партию по величине Сидриад. Еще учася на третьем курсе. Это, конечно, для меня было вообще шоком. Такая мечта, в которую сложно поверить. В балете возраст имеет слишком огромное значение. Хотя бы по тому факту, что, как известно, наш синичский путь достаточно короткий. И терять время я не хочу. Мне дали первую ведущую партию бриллианты. Валетия Баланчина, драгоценности. Это тоже было очень ответственно. Тоже достаточно быстро. Сложно в это поверить, что это так быстро произошло. Мне очень повезло. Я станцевала то, о чем только можно мечтать. В первый сезон «Лебединое озеро», потом удалось станцевать «Жизель» в этом сезоне и «Байдерку». Но, конечно, даже если артист станцевал все, мне до этого еще очень далеко, то надо все равно идти дальше и развиваться. Мы пришли в театр в 2019 году. Назел Махархасанович, естественно, мы работали в крытобалете, все, кого от нас взяли. И в конце прошлого сезона, буквально за неделю до московского конкурса, меня повысили до первого солиста. И вот этой зимой повысили до ведущего солиста. Противоречивое немного получилось повышение. То, что вроде молодой, а требование уже как профессиональному артисту. То есть нельзя допускать никаких ошибок. Это его, да, внутренние ощущения. Я понимаю его. Просто, наверное, он не ожидал, что так может быть вообще. И что так быстро у него получится. Потому что это очень большая редкость. Говоря конкретно про него, могу сказать, что он, конечно, уникальный артист. У него потрясающие данные. И с головой при этом все в порядке. После стыбаска. И здесь выворот на выворот. Да, ага. Вот это. Нет, я свое. Пол ноги. Вот не в диагонали, а больше вот в прямую. Вообще это надо. Надо, да. Потому что сейчас так у тебя клонило вот так вот прямо. Каждый раз, когда вызывают руководители, говорят, что вот сейчас будешь готовить вот эту партию, все время становится страшно. Я думаю, что не справлюсь. Потому что действительно еще не так много опыта. И такие тяжелые партии. Актерские, технические, физические. Дуэты сложные. И всегда в себе сомневаюсь. Но благодаря вот поддержке руководителя, педагога, партнерши процесс налаживается. И уже ближе к спектаклю я понимаю, что да, действительно сложно, но возможно я справлюсь с этим. Посадим. Вообще, что значит художественный руководитель? Вы должны в каждом актере еще открывать то, что он сам еще не чувствует и не видит. Это очень важный момент. Ты ему это шаг за шагом открываешь. С актером происходит колоссальная трансформация, уверенность. Когда вы придаете ему эту уверенность, то меняет актера. Вера меняет, безусловно. Глубже за носка. Ага. Бедрами не проваливай уголки. Ничего. Больше, наверное, к ней. Не в сторону руки, а вот прямо я бы к ней бы сделал. Готовим тоже вот с молодой артисткой Лизой Кокаревой. Вместе пришли в театр. Вот, к слову, от молодого поколения. У обоих премьера, первое выступление, ни разу это не танцевали. И вот тоже, наверное, немножко страшновато сейчас, потому что, когда еще оба ни разу не танцевали спектакль, все время, когда может что-то не получится, оба начинают переживать. И вот это самое сложное, двойной дебют, наверное. Поэтому страшно, но мы сделаем. Я была кардебалетом, и, по-моему, только на третий сезон меня сделали солисткой, потом первой солисткой и ведущей. Когда меня сделали солисткой, я была очень счастлива. Это получается, у меня не будет кардебалетных репетиций. А когда меня повысили до первой солистки, я тогда такая, как, меня же недавно только сделали солисткой. Как-то это странно. А когда меня уже сделали ведущей, я была не согласна даже. Молниеносно нужно принимать решения в нашей профессии. Я не могу себе позволить сегодня, условно говоря, да, Жонглировой, талантом Кокаревой, или талантом Сергеенковой, или талантом, или Севинарт, или Ковалевой, или Дима Смелевский, или Арина. Вот держат фон, потом, а, думаешь, понятно, только ушел в пули. Моя задача – максимально им дать возможность добиться максимального результата. Анна Юрьевна, ты в курсе? Новый дуэт у нас образовывается. Да, оказывается, я не знал. Подожди, она проявила желание? Нет. Он? Он в разговоре с Анной сказал, я тоже хочу, всю жизнь мечтал. Ну что ж, если люди хотят, им надо помогать. Анна Ивановна, я тоже все мечтала. Ну что ж, ладно? А что, будем помогать? Во всяком случае, если человек работоспособный, если у него данные есть, если мозги на месте, то все, человек достигает то, что он должен достичь. Цвета. Цвета. Я даже до сих пор не могу понять, что вот меня подняли в ранг выше. И, конечно, немного страшно, потому что это еще больше ответственности. Нужно каждый день стремиться делать еще больше, даже больше своих возможностей. Наверное, статус на сайте не так важен, как статус на сцене. То, что мы видим, это и делает балерину балериной. Поэтому я стараюсь не думать о том, какое положение занимаю или о том, сколько, до чего. Просто нужно впитывать то, что позволит тебе стать достойным артистом. Я не помню с какой. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот Светлана Сатеринова. Светлана Сатеринова любит молодых артистов. Пусть обратит внимание. Так что. Хорошо. Спасибо. поехали. Артисты балета, актеры балета, они такие настоящие. С измальством. Дисциплинированные. С измальством. Боже, на них обрушился вот этот груз. Тяжесть. Не то, что они закаленные, но они адаптированные. Не надо ими злоупотреблять. Безусловно. Боюсь ли я, что это внутреннее можно отломать? Нет, не боюсь. Почему? Потому что... Я слежу за ними. Да, это иногда тяжело. Да, иногда у тебя мысли просто я больше уже не могу. Уже все болит. Вот тебе тяжело. Ты уже как-то так весь поникший. Но вот знаете, бывает такое, что ты посидишь, подумаешь нет, вот я это люблю. Мне это так нравится. То есть вот этот миг на сцене крошечный, ради которого ты все время тренируешься. У тебя месяцами идут репетиции. Ты все это оттачиваешь. И вот ради одного дня, ради одного вот этого заметного дня спектакля. Да, ты главное немножко чуть-чуть выпеки. Да. Чтобы я смогла... Да, я уже вот в центре, чтобы ты за мной тоже встала. Я... я даже когда станцевала, не почувствовала, подумала, ну, просто репетиция прошла. Потому что танцуешь прям вот на адреналине. И когда я станцевала, я даже думаю, ну, что, уже конец вот так. Как бы даже не ощутила. Потому что, ну, быстро так. Столько работы, и все так вот в них проходит. Мы сегодня прям кофточку под наш костюмпан. Под подводное царство. Да, спасибо. Даня, ты еще идет, ты начинаешь основать. Это продолжение жизни театра. Молодежь, приход молодежи, и ее нужно взращивать, и чтобы они такие же были талантливые, великие. Я понимаю, что стены театра помнят таких танцовщиков, как Галина Сергеевна Уланова, Стручкова, Лепешинская. Но продолжается жизнь. Надо же новых растить. Надо выращивать просто. И к этому прикладывать большие усилия. Ребята, которые сейчас начинают, начали уже танцевать, они одни из лучших в мире сейчас, наверное. Это прям вот лучший балетный материал. Действительно, конечно, это наша надежда и гордость. И если там карнифоль есть, то ее надо обязательно поскопливать. Я обычно ацетон общищаю. Ацетон, там всегда может быть накатывается еще. Да. Ну все, Арина, я тебя справляю. Спасибо большое, Каванна. Все, удачи. До завтра тогда, да, спасибо. Спасибо. У меня есть две мечты. Немного стыдно, потому что все обычно. Дунгхот хочу станцевать, там, Раймонда, Лебедина. Я всегда, когда приходил в театр, мне больше нравились актерские партии. И у меня вот есть такая мечта. Табдарахман и Красс. Но я понимаю, в силу того, как я на данный момент выгляжу, это немножко смешно. Но это вот те партии, которые я прям вот хотел бы просить каждый день приходить, показывать и добиваться их вот до конца, карьеры. Я не могу сказать, что я мечтаю стать примой. Я мечтаю быть выше уровня, чем сейчас, и развиваться с каждым разом, не знаю, с каждым днем, с каждым спектаклем, быть лучше, чем ты вчерашний. Какой акт? Первый акт? Да. А даже мы станцевали, вот когда все синенькое, такой вот вариации. Вот. И она в конце получается... Вот в конце что вы там делаете? Что я левша, я заканчиваю туда, мне будут довернуться, чуть-чуть прям. Спасибо большое. Музыка. Хороший, Господи. Елизавета Кокерева Какие она спектакли приготовила и замечательно станцевала При этом она работает четвертый сезон Я называю главной партией, в каких балетах? Начиная с Щелкунчика, Тонких Ват, Пламя Парижа, Шабинян, Капелли, Сильфида, Дочь Фараона, Спартак, Чайка и так далее Скажите, пожалуйста, чего я должен ждать? Просто, когда ей исполнится 28 лет или 30, чтобы перевести ее в этот статус? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, не ожидала этого И когда это произошло, я не верила, я еще подошла, говорю, что это шутка на 1 апреля Если честно, мне кажется, что эмоционально, да, я стала переживать перед выходом на сцену Эмоциональный груз есть Конечно, страшно, потому что на нее обрушилась такая ответственность Когда их объявлял, то Лиза, она, конечно, не знала и не предполагала А уж тем более Дима Смелевский не предполагал И он стоял уже с опущенной головой Дайте поздравим новую приму, Балерию, новую премьеру Дайте бы поздравить Он прекрасно понимает, что мера ответственности, она изменилась кардинально теперь С одной стороны, это, наверное, то, к чему стремится каждый артист, работающий в нашем театре С другой стороны, смотришь на себя, на других, в данном случае, премьеров в нашем театре Понимаешь, что есть вот эта действительно разница И это не просто какое-то повышение, а это такой статус, который сейчас нужно каждым своим выходом на сцену подтверждать Неожиданно, да, так, молодые Но в нашем искусстве, вообще в балете, все достаточно молниеносно, быстро Мы же всегда говорим о том, что самое драгоценное у нас – это время Значит, время и определяет Если человек уже накопил мощный багаж и при этом качество демонстрирует уровень высочайший, чего ждать? Ну, это же классно, когда у кого-то есть право на ошибку, на неудач, у тебя нету Ну, это же здорово на самом деле Мне вообще нравятся системные люди Для них это система уже, неудачи в прошлом Теперь нужно давать только удачные результаты А я не буду вам мешать вашей радости Порадуйтесь сегодня со своими педагогами Они вам доверяют, насколько вы оправдаете их доверие И все вместе мое доверие Я вас поздравляю, но в то же время, я понимаю, какая нагрузка ложится на вас Ну, сложилось так, что ж теперь-то? Что ты стоишь такой? Плачешь все, да? Думаешь, прекрасная жизнь закончилась Да, она закончилась, она только начинается, Лиз Вот, кого я искренне поздравляю, Нария Евгеньевна Спасибо, Господи, спасибо Так что, я вас оставляю, празднуйте Спасибо В репетиционный зал и празднуйте Пойдемте, пойдемте Надо сфотографироваться Сейчас мы это сделаем Хочете, как эти пёсики Редактор субтитров А.Три compter